Я буду помнить цвета, как на патлах риф был без ста. Владик парень, но-то в Калуге, и твоей подруге мы вряд ли забудем. Давайте с гилей начнем. Вы любите собирать грибы? Что? Грибы собирать. Березы, зиновики, опяты. Нет, я к этому равнодушна. Я вам искренне сочувствую. Это удивительно, забирать грибы. Знаете, это, возьмем, к примеру, опят. Они растут на пнях. Если придешь в лес, тебе повезет. Ну, юморок понятен. Слушай, дядя, ты очередями как узи валишь, но теперь у выхолостой, как продюсер Бардаш, модному... Забавный Барс. Утишь, как из голубцов смузи. Сделал шлягер, сам же под шляпкой прячешь лицо в тузе. Ты не хочешь, ты сморкал свою непринятую рощу. Ебало, тебе разобью за кольца. Ты, а мои текста, вожаться ровно на пяти... Чекни по-быстрому трек Букера. Букера я аж сужу в этом раунде, поэтому чекнуть по-быстрому не смогу. Я его сужу. Выхолостой, как продюсер Бардаш, модному утишь, как из голубцов смузи. Сделал шлягер, сам же под шляпкой прячешь лицо в тузе. Ты знаешь, что сборку грибов называют мирной охотой. И угадай, в нашей паре не я, ты. Типа грибочек будет тихо в окопах, но я подрежу тебя методично. И точно ведь здесь псих в говнодавах с остро-дикой заточкой. Мой грибок на толстых ножках, так называют тебя твоя бабушка. Звучит твой голос, как должное. На съезде ЛГБТ и на детском утреннике, может даже в морской ракушке. Тебя слишком много, как в природе торфа, как котят в кошке. Ты симптом паники, принес варенье от супа с кореньями. Печенька с предсказаниями мудрее всего твоего мировоззрения. На этом соревновании ты с ухмылкой, но уныл со своими панчлайнами. Как велотур в Карелии, рум-тур в тюлане или аквариумная рыбка под валиумом. Кто-нибудь, пропишите ему томиком Грибоедова, сказал бы Пушкин. Но масштаб и дизайн твоей мысли – это гараж-ракушка. И как парень трушный, ты созвучен с хором пивных отрыжек в баре «Кружка». Под твою песню два бомжа кружатся. Прекрасный путь на здоровье. Отвисали с кодлой в молочном баре корова, шевеля мозгой насчет того, как подубить вечер холодный под... Это про заводной апельсин, что ли? Петлы ломились, покет от бабок, три киса за стойкой рядом. Дозвучит так, будто в какой-то заурядный текст. Штырит от штучек, от которых сквозь мозг идет тихий балдеж. И ты чувствуешь, словно сам Синатра поет под грибным дождем. Я отловил, как у меня пошел торч. И что-то невнятно, издавая хлебалами, мы выкатились в необъятную зимнюю ночь. Надеть маски, делать красть, тенк раздрай в лавке. Каждый из нас, как заправский мастер, не успеет кошелка-сигналка. Зажал ей пасть, свои грабли толчок ломиком, чтоб не горланило, убивают и грабят. А потом рвать когти с содержимым кассы. Или устроить зарубу каким-нибудь выскочком под наш продакшн. Вначале слегонца загасим, одного на абордаж взял. Вот-вот полосну по грязной поганой харе. Танцуй с лезвием в руке, как в бурную погоду какой-нибудь корабельный парикмахер. Истинный для меня был кайфец. Этот вальсок выплясывать левое два три. Правое черкать его по щекам, чтобы они как две кровавые занавески. Вдруг разом при свете звезд заколыхались по обеим сторонам его покоцанной харе. С этим все в одно движение вложил вверх, в бонд, вжиг. И почувствовал, как лезвие вошло в мякоть. Он просто уйдет в другую жизнь, напевая свою самую лучшую музыку. Дыр-пыр, дыр-дыр-пыр. Труп охлаждался, покрываясь корочкой льда. Но за долгие годы системные яды и мутагенные вещества в сигаретах, консерванты и прочие фастфуды. Сотворились с ним своего рода чудо. Дыр-пыр-пыр, вдруг упырь. Застонал и затрыгался, как будто забрончали внутри него какие-то механизмы. Будто не заметив собственной смерти, резко встал, поправил шапку. И что-то под нос бубня себя побрел куда-то из кадра. Режиссер в гневе орет ему, стоп, Вася, вернись на площадку. Рыга, этого нету в сценарии. Ты что, падла, завел опять на сценарий? Ты молчаливая куча в моей эпической концептуальной саге. Если я говорю приседать, то ты приседаешь. Говорю лежать, ты ложишься. И вообще, как часто тебя посещают мысли нанять жить за себя какого-нибудь Рашида. Он бы в лепешку расшибся. Для тебя лепешки это вершины пищевой цепочки. Ты попал в шоу-бизнес за бесплатный пончик. У меня от тебя мозг морщится, зубень кончен. И ты даже если попал в морг, из тебя вышил трубы не очень. В общем, дуй обратно в свой уголочек, мордой в пол и не корчись. А че, отжили я постарался. Неплох. Раскрытие пиздатое. Строчек пиздатое тоже дохуя. По тексту я склонен вышку ставить, блядь. Хорошо по тексту очень. По исполнению, ну, уникально, конечно, да. Вот в плане фишек и атмосферы, ну, как-то так вот. Особо меня это не впечатляет. УВ я поставлю один. В плане техники... Ну, в плане техники, наверное, хорошо. В плане фишек... Вообще хорошо отжили. И давненько я от него такого не слышал. По тексту вообще заебись. По тексту прям охуенно. Вторая часть? Ну, вторая часть, это типа, где снимают фильм по этому... По Стэнли Кубрику. По Стэнли Кубрику. И актер там включает какую-то импровизацию. Уходит. Вот. И, собственно, вот. Типа, в книге было по-другому. Охуенное раскрытие. Сюжет вот он рассказал со съемочной площадки. Вообще, по тексту Джили мне очень нравится. Типа, здесь у него все заебись. Все зарифмовано. И панчлайны. Есть, есть реально охуенные строки. Увы, не особо мое. И, на мой взгляд, ну, скучный речитативчик. Довольно-таки скучный. Ну, вот это фишки я отметил. Но в остальном все довольно-таки заебись. Самобытно, интересно. Текстово хорошо. Не знаю, может быть, я сейчас на эмоциях. Но, по-моему, это довольно-таки приличная работа. Что вы думаете по этому поводу? По-моему, текстово это вообще почти идеально. Очень хорошо зарифмовано. Все раскрыто. И батловый парт. Ну, в общем, топово. Текст топовый однозначно. Много, думаете, поставил? Не знаю. Техника. Да вроде у него нет каких-то ошибок. Не-не, слушай, по рифмам. Вот тут точно по рифмам охуенно. Вот насчет техники. Да, я, наверное, что-то 4-4 не уверен. Может быть, 3-3-4. Вот здесь пока не знаю. Здесь пока не знаю. Давайте посмотрим, что у нас по симптому. Однообразно, да. Поэтому мы фишки поставили один ему. Тут что-то кидают какие-то треки. Сегодня жизненно необходимо отсутить Лочи Ксерон. Ну, с подключением, брат. Так. Это все карики. Для тех, кто держит сын. Кто еще жив? Готов собрать себя по частям из мнений. Смеха людей чужих и отношений к этим властям. Закон и право вроде крыши текущие, даже без дождя. На них цель сутулых сделать нищих. В итоге года подводя. Да, у нас проблемы целый спектр. Рождаясь, умри. Тут продиктует, кто из кто. В идее вечерний эфир. Жизнь в промежуток. Между строк даже не вздумай хитрить. Мы соберем себя из пепла и того, что внутри. А в книге все было по-другому. А в книге все было по-другому. Как ни крути, но тебя не хватит. Нам сделали путь испадин. Мы в заперти сопротивляйся, чтобы все исправить. А книга алая. Мне не все так, как писали. Впишем себя сами, и нам не нужны права. Как ни крути, но тебя не хватит. Нам сделали путь испадин. Мы в заперти сопротивляйся, чтобы все исправить. А книга алая. Мне не все так, как писали. Впишем себя сами, и нам не нужны права. Ну, раскрытие жизни, это типа то, что между строк в книге было по-другому. Ну, такое. На уровне... Ну, слабее, чем у Джили, короче. Ну, наверное, неплохое раскрытие. Ну, да, короче, что жизнь, это то, что между строк, типа, все эти, типа, правила, это типа такое. Ну, понятно, да. В плане ярких строк поменьше. В плане рифмолог тоже не так изысканно. Но пока первая часть только. Где-то примерно вот так. Так, в плане техники, да, читает пока хорошо. В плане читки, все, заебись у него. Ну, фишки, наверное, три много. Два пока оставлю. В-1. Давайте вторую часть глянем. Тебе в голову мой хэп-трикс. Молоду словила тебя бэт-рикс. Чтобы ты не говорила, ты тебе, чтобы бэт-лик. Как я не тупи-сорю, тебя не по зубам. Мне не надо читать гиги, чтобы читать по слогам. What the fuck, go? Лан, он на левит, знакомлюсь с тобой. Далеко не молодой, да в этой плане рядовой. Ты и че, мне с тобой тягаться, остыль? Я понапрасну трачусь на старый костыль, ее очередной. Выхожу на пару бутов, на выход до тебя закрытыми глазами. Читаю на боковой, когда нечего терять. Тебе не сойдет, ничего протащить дерьмо на пятый этаж. Но здесь по-другому ты дальше не скажешь. Кого тут несут вперед, ты рукаешь. Что же дальше в прогнозе семнашка покажет? Это как начали книги, ты понял финал. Но делаешь вид, что тебе интересно. Никто не палит, вокруг тишина. И об авторе все отзываются лестно. Вот тебе место. Сиди, пиши песни, время придет. Терпение треснет. У тех, кто раньше это поймет. Без меня в этот раз не сливают финал этой книги. Ты тоже будешь, там тебя слышат, пока нужен. Им я не за победой. Тут все заранее до мелочей. Несу эстапету мимо слепых очередей. Без меня в этот раз не сливают финал этой книги. Ты тоже будешь, там тебя слышат. Ну по тексту, короче, вода. Я склонен считать, что Джилия забирает все-таки эту пару за счет более интересного текста. Хотя читает чувак, конечно, охуенно. Читает чувак охуенно. Да, Гилия, наверное, мы техничку все-таки скостим. Болец, согласен. Относительно симптома послабее это будет. Где-то так. Но у симптома по тексту прям что-то вообще провал. Прям вообще ничего хорошего по тексту нет. 6 плюс 9 плюс 1. У меня получается 16 баллов. 16 баллов симптома. Охуенно читающий, но пустой по тексту чувак. Ну прям вообще такой, типа. У Джилии по тексту я считаю вообще идеально. На фоне оппонента особенно. Но читает он, конечно, похуже. Поэтому я считаю, что за счет более интересного текста должен проходить дальше Джилия. Ну, на мой взгляд. Сейчас глянем еще раз, но для меня, в принципе, это просто, короче. Ну, очень уж пустой симптом по тексту, к сожалению. Прям вообще. Но читает охуенно. Слушай, дядя, ты очередями как узевалишь. Но теперь у выхолостой, как продюсер Бардаш. Модно мутишь, как из голубцов смузи. Сделал шлягер и сам же под шляпкой прячешь лицо в тусе. Ты знаешь, что сборку грибов называют мирной охотой. И угадай, в нашей паре не я, ты. Типа грибочек будет тихо в окопах. Но я подрежу тебя методично и точно. Ведь здесь псих в говнодавах с острой дикой заточкой. Мой грибок на толстых ножках. Так называет тебя твоя бабушка. Звучит твой голос, как должное. Нас ездил ГБТ и на детском утреннике. Может даже в морской ракушке. Тебя слишком много, как в природе торфа, как котят в кошке. Ты симптом паники при несварении от супа с коренями. Печенька с предсказаниями мудрее всего твоего мировоззрения. На этом соревновании ты с ухмылкой, но уныл со своими панчлайнами. Как виллатур в Карелии, румтур в тюлане или аквариумной рыбкой под Валиумом. Кто-нибудь пропишите ему домиком Грибоедова, сказал бы... Ну интересно, интересно он формулирует. У него именно даже не столько вот панчлайны, но строчки очень интересные. Круто. Он заворачивает очень так необычно. Пушкин, но масштаб и дизайн твои мысли, это гараж ракушкой. Как парень трушный, ты созвучен в хором пивных отрыжек в баре кружка. Под твою песню два бомжа кружатся. Прекрасный путь на здоровье. Отвисали с кодлой в молочном баре корова, шевеля мозгой насчет того, как подубить вечер холодный подлый. Ломились покет от бабок, треки со застойкой рядом. Дозвучит так, будто в какой-то заурядной. Штырит от штучек, от которых сквозь мозг идет тихий балдеж. И ты чувствуешь, словно сам сенатра поет под грибным дождем. Я отловил, как у меня пошел торч. И что-то невнятно, издавая хлебалами, мы выкатились в необъятную зимнюю ночь. Надеть маски, делать краскин, крас-драйв в лавке. Каждый из нас, как заправский мастер, не успеет кошелкать сигналкой. Зажал ей пасть, свои грабли толчок ломиком, чтоб не горланило. Убивают и грабят, а потом рвать когти с содержимым кассы. Или устроить зарубу каким-нибудь выскочком под наш продакшн. Вначале слегонца загасим, одного на абордаж. Взял вот-вот полосну по грязной поганой харе. Танцую с лезвием в руке, как в бурную погоду, какой-нибудь корабельный парикмахер. Ну да, это про заводной апельсин. Это про Кубрика, который снимает по заводному апельсину, как я понимаю. Бар Корова, ну все вот это. Я просто не так давно заводной апельсин читал, может год назад. Поэтому я так помню еще. Но текстово Джиля прям явно доминирует в этой паре. Свою самую лучшую музыку. Дыр-пыр, дыр-дыр-пыр. Труп охлаждался, покрываясь корочкой льда. Но за долгие годы системные яды и мутагенные вещества. В сигаретах, консерванты и прочие фастфуды. Сотворили с ним своего рода чудо. Дыр-пыр-пыр, вдруг упырь. Застонал и затрыгался, как будто забрончали. Внутри него какие-то механизмы, будто не заметив собственной смерти. Резко встал, поправил шапку и что-то под нос бубня. Себя побрел куда-то из кадра. Режиссер в гневе орет ему, стоп, Вася. Вернись на площадку у рыга, этого нету в сценарии. Ты что, падла, забил опять на сценарий? Ты молчаливая куча в моей эпической концептуальной саге. Если я говорю приседать, то ты приседаешь. Говорю лежать, ты ложишься. И вообще, как часто тебя посещают мысли нанять жить за себя какого-нибудь Рашида. Он бы в лепешку расшибся. Для тебя лепешки это вершины пищевой цепочки. Ты попал в шоу-бизнес за бесплатный пончик. У меня от тебя мозг морщится, дубень кончен. И ты даже если попал в морг, из тебя выжил трубу не очень. В общем, дуй обратно в свой уголочек, мордой в пол и не корчись. Для тех, кто держится им в ежовых руковицах, эти законы просты. Ты, сука, будешь, будешь, будешь веселиться, пока тебя не скажут остынь. Для нас тут партии и классы, лидеры, но какой от них толк идея. Брошенная эмоция для нас не более чем плювов. Нам строят счастье и законов, но в книге нету ничего. Что было бы для каждого знакомого? Прикинь, в этом мире никто добро пожаловать. Но меня не спрашивай, почему ты глупо? Все в этой книге цвета алого. Да здесь ведь каждый, кто еще жив, готов собрать себя по частям. Мы с мнений, смеха людей чужих и отношений к этим властям. Законы права, вроде крыши текущие, даже без дождя. В них цель сутулых сделать нищих, в итоге года подводя. Да у нас проблемы, целый спектр, рождаясь, умри. Тут продиктуют, кто из, кто вы, девичерний эфир. Жизнь в промежуток, между строк даже не вздумай хитрить. Мы соберем себя из пепла и того, что внутри. Да, звучит он, конечно, охуенно. Звучание заебись в нем. Симптом именно может звук. Звучание у него, конечно, заебись. Звучание у него охуенное. Но, ну типа, по тексту Джилия уж слишком его превосходит. Особенно во второй части это видно. Но вот именно в звучании, конечно, Симптом намного круче. Но это и как бы закономерно, то, что Симптом с группой Грибы выстрелил, а Джилия, ну так и остался в рамках хип-хоп-ру, батлов и андеграунда. Конечно, в плане именно как стать артистом, мейнстримом, собирать концерты, там, да, туры, у Симптома намного больше перспектив, чем у Джилии. Ну это, типа, очевидные вещи. Но Джилии, наверное, и не надо этого, я думаю. Потому что он не двигается в эту сторону. Поэтому, да, поэтому, я думаю, Симптому стоит дальше качать тему, собственно, с бэнгерами и радовать нас охуенным узлом. Ну а Джилии идти дальше в рамках, собственно, хип-хоп-ру батла. Первая часть по тексту Симптома ничего, вторая провальная. Вторая часть это батловый парт вообще без выпадов в оппонента. Ну, типа, это зря. Лучше бы второй части не было, та более бы спорная пара была, возможно. И нам не нужны права, как ни крути, но тебя не хватит. Нам сделали путь испанин, но взятверти, сопротивляйся, чтобы все исправить. Книга алая, мне не все так, как писали. Пишем себя сами, и нам не нужны права. Пишем себя, и нам нужны права. Тебе в голову мой хэтрикс, Молоду словила тебя бэтрикс, Что бы ты ни говорила, токи, чтобы бэтлик. Только ритупи сори, тебе не по зубам, Мне не надо читать книги, чтобы читать по слогам. What the fuck, though? One on on 9, знакомлюсь с тобой, Далеко не молодой, да в этой паре рядовой. Ты и в чем не с тобой? Тягаться, остынь, и понапрасну трачусь на старый кастыль, Её, очередной. Выхожу на пару, будто бы на выхода, Тебя закрытыми глазами, читаю на боковой, Когда ничего терять, тебе не судят, Ничего, протащить дерьмо на пятый этаж, Но здесь по-другому ты даже не скажешь, Кого тут несут вперед на руках, Что же дальше в прогнозе семнашка покажет? Это как начали книги, ты понял финал, Но делаешь вид, что тебе интересно, Никто не палит вокруг тишина, И об авторе все отзываются лестно, Вот тебе место, сиди, пиши песни, Время придет, но терпение треснет, Но те, кто раньше, это поймет, Слышь без меня в этот раз, Не сливают финал этой книги, Ты тоже будешь, там тебя слышат, Пока нужен, им я не за победой, Тут все заранее до мелочей, Низу эстафету мимо слепых очередей, Без меня в этот раз, Не сливают финал этой книги, Ты тоже будешь, там тебя слышат, Пока нужен, им я не за победой, Тут все заранее до мелочей, Низу эстафету мимо слепых очередей, 6, 9, 1, 10, 7, 1 2, 2, 2, 2 Должно быть. 6, 9, 1, 16, 10, 7, 1, 18, Да, Жили? Аля Джей против ЧВ, Это будет следующая пара, Которая предлагает нам форма, Но мы отсудим ее уже на другом стриме, А сейчас, собственно, мы послушаем Тречки, на которые вы задонатили Под занавес. Субтитры создавал DimaTorzok